Дорогие друзья, дорогие слушающие, это Слово. Сегодня хочу говорить об интересном, интересном месте Писания. Мы как раз проходим годовой план чтения Библии. И как раз проходим вот это место, это Ветхий Завет, Исход, 4 глава, 20 стих и дальше. И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. Дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сепфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам, ему сказала, ты жених крови у меня. И отошел от него Господь. Тогда сказала она, жених крови по обрезанию. Очень интересный момент. О чем речь? Бог только вот недавно призвал Моисея, чтобы он шел в землю египетскую и избавил народ израильский от рабства. Вывел его из Египта в землю хананскую. Да, для Моисея было это все трудно, очень принять это решение, но он идет и слушается Бога. И вот по пути случается, что ангел хочет его умертвить. Жена точно знает, что нужно делать. И она мгновенно, так сказать, выполняет то, что давно должна была сделать. Она обрезает сына и кровь бросает вот к ногам ангела, говорит, ты жених по обрезанию. Интересно, как так? Если мы читаем еще в Моисея, Бытие 17 глава 10 стиха, там Бог сказал следующие слова. «Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною, между вами, между потомками твоими, после тебя, в роды их, да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сей будет знамением завета между Мною и вами». И дальше написано «И обрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, восьмой день истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет Мой». Вот так было в том народе. Сам Моисей-то не вырос народом израильским. Его уже ребенком, так сказать, взяла дочь фараона, воспитала вот по тем законам фараонским, по образованию, по всему. Он знал, так сказать, эти дела народа, он и был обрезан, видимо, и знал, что ему нужно производить обрезание своим детям. Жена его совсем с другого народа, она об этом вообще мало что знает. И вот теперь, так сказать, случается момент, он идет на великое, великое дело Божие, и тут его аппа хочет умертвить Господь. Она знает точно, что нужно делать, и мгновенно она выполняет вот этот вот акт обрезание, бросает эту вот шкурочку туда, к ногам ангела Господня. Вот это было по тем временам так важно. Сегодня у нас совершенно другие вещи, которые нам нужно выполнять. Недавно мне звонит человек, да, утром еще перед собранием в церковь, говорит, я хочу покаяться, мы с женой хотим покаяться. Но он много бывал в собрании, он с детства, так сказать, вырос под Словом Божиим. И вот в этот момент, я вижу, это очень серьезно, мы молимся, молимся, и да, видно, что Бог слышит эту молитву, что-то происходит. На следующий день он умер. Он до конца, он знал всегда, он должен это сделать, но отодвигал, отодвигал. И Бог дал ему благодать, он покаялся, и мы очень верим, что он в Господнем Царстве сегодня, с ним, там. Другой человек звонит и говорит, я хочу пожертвовать вам, перевезти какие-то деньги, я знаю, что вы где-то воду бьете для людей, у которых нет воды, пить. Что где-то вы детский садик помогаете, где-то помогаете людям освобождаться от их зависимости, наркотиков, всего. Я хочу пожертвовать. Я говорю, вот, пожалуйста, счет переводи. Но его родители умерли уже давно, и за эти годы, вот первый раз эта мысль приходит, надо что-то и для Бога дать, из того, что Он мне подарил в этой жизни. Да, и он переводит. В конце года я, так сказать, звоню, спрашиваю, пришли адрес, мне нужно тебе бумагу послать, для того, чтобы ты отдал финансовый отдел, вот и пожертвовал здесь. Он говорит, да мне это ничего не надо, мне важно было вот то сделать, что в его душе. Видимо, Господь долго стучался, стучался вот в сердца, Он стучится и у тебя, у тебя есть вещи, которые надо делать. Давно ты знаешь их, может это касается семьи, твоих отношений с женой, может это касается с детьми, может это касается где-то в церкви. Ты же каждый день читаешь Писание, и Господь к тебе говорит, и ты должен что-то делать, ты знаешь уже, что ты должен сделать, но не делаешь, отодвигаешь, отодвигаешь. И когда-то может оказаться быть поздно, когда уже действительно вот смерть проходит рядом, и ты знаешь, да, теперь я должен сделать, кто-то успевает, кто-то не успевает. Очень интересно, и вот то, что она говорит, ты жених по обрезанию, то есть к Богу он обращается, вот теперь она только поняла, что она то сделала, что должна была сделать. И вот это так важно, чтобы мы поняли, для чего мы в этой жизни, почему мы должны сегодня сделать тот или иной шаг. Но это всегда касается, чтобы создать отношения с Богом, создать отношения, Он хочет, чтобы мы были Его дети, чтобы мы стали Его полноценными, полноценными детьми Божьими, которые с Ним будут и в вечности жить. И это происходит только так, когда мы каемся перед Ним, когда мы говорим, мы грешны, когда мы начинаем спрашивать, что нам делать, изучать волю Божию, исследовать по ней. И тогда мы действительно Богом благословляемся в нашей жизни, Он ведет нас, ведет нас до тех пор, пока однажды наша жизнь, вот из этой вот, вот этой смертной оболочки перейдет в ту вечную, и мы будем с Ним вечно жить. Да поможет нам Господь, да поможет нам все выполнить, что стоит между нами, особенно то, что мы знаем, что стоит, как Сифора, она знала, что должна делать, но сделала только тогда, когда вот уже смерть была, и казалось, ее мужа вот-вот заберет, как стоит Ангел Господний. Пусть Господь нас благословит Ему, Ему слава за все, Аминь.